Приветствую вас. Давайте мы с вами разберёмся с тем, что вы написали. Поскольку вы уже со своим мужем вместе, и у вас уже есть ребёнок, у вас уже есть дочь. Вот. Я полагаю, что имеет смысл работать, как бы это сказать, постфактум. Да? То есть всё уже случилось, вы уже вместе какое-то время, и, соответственно, имеют место быть какие-то привычки в поведении, ну, между вами. Между вами. Имеют место быть какие-то привычки. Вот. И, соответственно, вы хотите понять, почему мужчина так себя ведёт. Вы знаете, вариантов может быть на самом деле много. Я не согласен с коллегой относительно того, что вариант такой, что человек не считает вас взрослым. Вот. То есть, да, это, конечно, очень соблазнительный вариант. Вот. Но он самый простой. Во-первых, исходить нужно из того, с каких пор, как давно мужчина к вам стал так относиться. То есть, ну, наверное, не всегда так себя вёл с вами. Я полагаю, что когда-то он вёл себя по-другому. Вот. Соответственно, это самое когда, это самое когда, и нужно в первую очередь рассмотреть. Дальше. Необходимо понять, какую цель преследует мужчина, пытаясь вас, ну, принизить. Да? Для чего он это делает? А это, отсюда вытекает очень важный момент о том, что, значит, нужно понять, какой он человек. Что он из себя представляет как личность. Далее. Стоит проанализировать ваши события и жизни. Потому что именно они, скорее всего, повлияли на то, что человек стал вести себя с вами подобным образом. То есть, нужно проанализировать те события, происшествия, которые были у вас. Ну, и если говорить о, собственно, причинах. Да? Что причины могут крыться в том, что человек боится, что вы от него уйдёте. Боится, что вы найдёте кого-то лучше, чем он. И пытается вас принизить, чтобы вы и думать не смели о том, чтобы на кого-то обращать внимание. Вполне возможно, что мужчина чувствует себя на вашем фоне старым и принижает вас специально для того, чтобы меньше выделяться на вашем фоне. Проблемы могут быть и связанные с дочерью. Например, в ситуации, если мужчина опять-таки не чувствует связь с дочкой или боится, что дочь будет делать что-то не так, как он хочет, не так, как он того желает. И это может провоцировать его на то, чтобы пытаться принять вас с тем, чтобы вы не давали дочери чего-то такого, что по мнению вашего мужа могло бы ей, дочери в смысле, навредить. Я думаю, что таковы основные причины, которые могут быть у, скажем так, поведения вашего мужа. Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать это, потому что нужно подробнее обижать характер вашего мужчины, нужно подробно смотреть, какой он человек, что он за человек и так далее. Может быть, тогда будут всплывать более четкие и более ясные элементы картины, элементы ситуации. Вот. Но пока что, пока что, мне видится история именно так. Мне ваша история видится как то, что муж за ваш, ну, грубо говоря, счет пытается решить какие-то свои проблемы. Опять же, если, понимаете, какая история, если человек всегда вел себя так, то есть вот вообще всегда. Это равно. Тут можно ему сказать. Тут можно вам сказать. Так а как же, как же, как же вы вот согласились, да, на то, чтобы, ну, что вот согласились жить с таким человеком? Как же вы согласились на такое отношение к себе? Либо он с какого-то момента начал так себя вести, и вы не сказали ему нет. У чего тоже есть причина. Вы пишите о том, что вам неприятно. Вот. Вы пишите о том, что вам неприятно. Я бы хотел, с одной стороны, узнать, с чем именно вам неприятно. Почему вам неприятно. Из-за чего вам неприятно. Это, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, мне неприятно, почему так происходит. Разве это верная позиция? То есть, разве данная позиция верна? То есть, разве имеет смысл знать, почему так происходит? Разве это важно на самом деле сейчас? На мой взгляд, на мой взгляд, важно не то, почему это происходит, а важно скорее то, что вы будете сами, что вы будете с этим делать дальше. Мужчина не поменяет свою позицию до тех пор, пока вы не поменяете сами что-то в себе. Мужчина не захочет ничего менять. Мужчина, наверное, даже и не сможет ничего изменить при всем желании. Потому что, я думаю, что он уже достаточно в возрасте человек, чтобы легко, легко менять то, что он делает. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, если человек сам ничего не меняет, то вам нужно брать, значит, ситуацию в свои руки и менять что-то самой. То есть, ему нужно демонстрировать, что вам неприятно, ему нужно не просто демонстрировать, а показывать, что его поведение как бы, ну, приводит к тому, что... к чему-то негативному, его поведение приводит к чему-то вообще ужасному совершенно. Да? То есть, он, значит, он сам разрушает вашу семью. И только так можно его стимулировать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Подумайте, что бы вы хотели делать, что бы вы хотели изменить. И уже в этом направлении двигайтесь. Основные причины я вам назвал. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok